Не построил дом? Будь добр, ответь за это. 10 уголовных дел возбуждены в области за последнее время и корень зла – недострои. Наказать тех, из-за кого покупка квартиры превратилась в бесконечное разбирательство – вторая задача профильного департамента. На сегодняшний день возбуждено уже 10 уголовных дел, два из которых уже полностью в суде прошли и вынесены решения о наказании. Одно сейчас по мегастрою уже отправлено в суд и, соответственно, 7 дел на сегодняшний день находятся в производстве. У нас есть еще 5 следственных проверок. А первое – обеспечить жильем или помочь вернуть вложенные деньги. В этом году была установлена планка в 19 домов. Это 1790 дольщиков. До нее уже почти допрыгнули. В департаменте строительства отметили, что в заданные сроки укладываются. В целом нам, с учетом того, что мы сказали, 16 домам сегодня решена проблема. Это 1475 участников долевого строительства свои, соответственно, требования удовлетворили. Что у нас осталось до конца этого года? Осталось еще 3 дома и 315 участников долевого строительства. Вопрос недостроев на полном контроле у главы региона. Регулярно в областной думе проходит заседание рабочей группы, где и решают больной вопрос. Решение проблем, обманутых застройщиками жителей регионов – одно из приоритетных направлений работы в регионе. С 2016 года уже более 5000 дольщиков смогли получить новые квартиры или денежные компенсации по вложенным средствам. Но считаю, что кроме помощи пострадавшим нужно заниматься привлечением к ответственности недобросовестных застройщиков. Как раз именно ответственность за нестроительство – еще одна опорная точка в вопросе. Ведется работа и по предотвращению таких казусов. Выработан механизм по защите дольщиков скроу-счета. Новый закон он заработал, поэтому теперь только возможно строить жилье заказчикам или достройщикам за счет средств собственных, за счет средств привлекаемых, в том числе кредитных ресурсов. А дольщики – по готовности объекта. До конца текущего года два дома должны достроить и еще один переселить. Кроме того, на особый контроль взяты семь объектов в Рыбинске и Ярославском районе. Софья Кременецкая, Сергей Мазилов. День событий.